Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Снова после выходных мы на финансовых площадках. Сегодня, напоминаю, у нас с вами есть возможность увидеться дважды. Это, собственно, сейчас в формате ежедневного брифинга. Еще в 16.30 по московскому времени состоится наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз подведем итоги фундаментального характера прошлой недели. Посмотрим и проанализируем основные события, то, как на них реагировали финансовые инструменты, составляющие основу нашей каждодневной торговой деятельности. Посмотрим те отчеты, которые нас ждут на этой неделе. Попробуем также оценить вероятные изменения стоимости тех активов, которые мы с вами торгуем изо дня в день по факту этих событий. Также хочу отметить, что время вебинара сегодня в 16.30 все неизменно, но я думаю, что в ближайшие несколько недель мы пересмотрим концепт и, скорее всего, перенесем на более поздний период, поскольку получаем от вас обратную связь. Большое всем спасибо за то, что не совсем подходящее время. Я вас прекрасно понимаю. Также хочу извиниться немного за свой голос. Все-таки иммунитет сдался под конец апреля месяца. Думаю, что восстановлюсь в ближайшие дни. Поэтому особо, скажем, не обращайте внимания на то, что приходится говорить о ВНУС. Давайте начнем мы традиционно с наших основных обступительных инструментов, которые больше приближены к российскому рынку. Это нефть. Очень важный триггер для фонды и рубля. Ну и, собственно, попробуем оценить то, что может произойти с российской валютой. Хотя, в целом, никаких дополнительных новостей, которые могли бы быть для вас интересны, либо новости, которые я упустил в последние дни и сейчас пытаюсь не застать, их нет. Мы держим руку на пульсе и ни одно значимое событие не проходит, скажем, без нашего внимания. Нефть 55.43. Напоминаю то, что пасхальные праздники еще продолжаются. По сути, полноценная торговая сессия нас ожидает только завтра. Завтра мы можем рассчитывать на возвращение всех трейдеров на финансовые площадки и, соответственно, выставление волатильности. Но сегодня, думаю, то, что определенные движения мы непременно видим. Да и по некоторым валютным парам это уже очевидно, поскольку основной идеей для рынка остается все прежние опасения за эскалацию геопатической напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи. Это самая актуальная тема. До тех пор, пока мы не перелистнем, собственно, эту страницу истории, не самую, конечно же, лучшую, у нас не будет возможности вернуться к старым добрым инвест-идеям, которые по валютам базировались на оценке национального фундамента. Мы сейчас понимаем то, что основным драйвером для всего рынка является спрос на защитные инструменты, которые провоцируют трейдеров на уход, собственно, в них. Тот же самый спрос на японскую валюту, на американские, на немецкие облигации, на золото является причиной слабости американца. И, собственно, небольшой поддержки, которую используют рейдского инструмента из-за вот этих экстремальных лоу, минимальных значений, которые показывает доллар. Но, наверное, ничто не вечно, этот новостной фонд тоже изменится. Я надеюсь, что стороны, которые вовлечены в этот самый настоящий пока что словесный конфликт, и дай бог, чтобы, собственно, дело не пошло дальше, наконец-таки осознают, что эти провокации, они не нужны, ни к чему хорошему они не приводят. И лучше, конечно же, не перейти вот эту точку невозврата, когда словесные перепалки, обвинения могут привести их уже к нечто большему. Даже об этом говорить не хочется. Давайте про нефть. 55-43. Сейчас торги оживают потихоньку. Нефть, в принципе, находится сейчас, можно сказать, на тех же самых уровнях практически, на которых мы наблюдали под конец недели. С одной стороны, позитивный, конечно же, знак для нас, для медведей, потому что в среду мы уже увидели, как интерес к этому активу немножко под истяк. И по итогам торговой сессии была оформлена даже красная свеча, дневка, что прервало серию самую длительную восстановительных дневок. По этому активу с начала года. И в четверг, собственно, актив торговался на тех же самых уровнях, что и закрыл торговую сессию среды. Но, опять же, как вы помните, торги не проводились. И сегодня мы видим, как бренд снова снижается. Из интересного, актуального новостного фона стоит отметить целый блок статистики по Китаю. Не хочу забивать вам голову отдельными компонентами, промпроизводством, роничными продажами. Хочу обозначить просто показатель ВВП, который в квартальном выражении оказался хуже, чем прошлое значение. Прирост 1,3% с 1,7%. Выводов можно делать очень много. В частности, наверное, мы не будем неправы, если скажем, что китайская экономика по-прежнему все-таки находится в этом затяжном пике снижения. Китай, поскольку нет тренда восстановительного в макроэкономических отчетах, а поскольку Китай для нас является основным ориентиром для оценки состояния мировой экономики, мы привыкли анализировать и расценивать слабость Китая как слабость всей мировой экономики, что, соответственно, является долгосрочным фактором, способным повлиять и на спрос на остревые активы. Ну, то есть, негативный медвежий знак. Плюс ко всему, в среду, я напоминаю то, что в среду у нас была возможность с вами проанализировать данные по запасам нефти. Мы это, собственно, сделали и, несмотря даже на сокращение запасов, цены на нефть все-таки снизились. Если вы помните, вывод, который мы сделали, есть негативный фактор, который связан с ростом, опять же, опасений трейдеров за увеличение нефтедобычи в штатах, компенсирует и нейтрализует весь прочий фундамент. Положительный, я имею в виду загрузка НПЗ, это и, соответственно, те ожидания, которые присутствуют в отношении вероятного пока что продления действия энергетического факта. Собственно, это тот фундамент, который стал причиной роста нефти в последнее время. Может быть, даже если разбирать детально фундаментальную картину, в среду не опасения повлияли на то, что доминировали медвежие настроения, опасения за рост добычи нефти в штатах. Может быть, перед праздником трейдеры просто фиксировали результат на Урале, который состоялся. Я думаю, что эта идея тоже состоятельная. Но согласитесь, что есть, опять же, и фундаментальные предпосылки, они все те же. Даже если сейчас не хочется говорить снова про запасы нефти, кстати, у нас, собственно, завтрашняя торговая сессия, и снова мы уходим на следующий крок, когда анализируем статистику. Сначала от Американского института нефти, а потом от Минэнерго. Я хочу обратить ваше внимание еще на прогнозы, собственно, ОПЕК по поводу ожидания по добыче нефти в штатах. До конца этого года прогноз был увеличен на 200 тысяч баррелей в сутки. И я хочу напомнить вам, собственно, про оценку того, что мы можем увидеть по фактическим объемам добычи со стороны Управления энергетической информации США, которые за сутки до доклада ОПЕК также представили свое видение картины. Тоже увеличение добычи примерно на 250 тысяч баррелей в сутки до конца этого года с возможностью ухода на производство нефти по уровню за 10 миллионов баррелей в 2018 году. И я отметил то, что такие цифры, скорее всего, будут регулярно пересматриваться из месяца в месяц, потому что мы видим недельные изменения по добыче в 35-36 тысяч баррелей в сутки прироста. И в связи с этим от этого фундамента ни в коем случае не стоит отказываться, потому что сторонников того, что в США реально могут выступить подрывником для обычных трендов, сторонников этой идеи все больше и больше. Поэтому мы не отказываемся от самого главного системного риска. Я, как и раньше, вижу больше потенциала для слабости нефти и надеюсь, что на этом мы очень скоро сможем заработать. Рубль 56.19, собственно, низколиквидные торги в последние дни, да и, в принципе, отсутствие какой-либо волатильности, тоже указывает на то, что и рубль находится в состоянии ожидания какого-то более стоящего драйвера. Не знаю, в качестве такового, что можно будет обозначить, либо налоговый период, который вот-вот начнется в России, соответственно, потенциальная поддержка для рубля, либо вероятное ослабление нефти, которое может стать причиной слабости российского валютного актива. Посмотрим. Но, опять же, я думаю, что не будет ошибкой сказать то, что потенциал ослабления, ну, гораздо выше, чем возможность обновления вот этих экстремумов по крепости и бодрости в конкуренции с основными валютными оппонентами долларом и евро. Доллар японская иена. Здесь остановимся чуть подробнее, поскольку, в целом, американец крайне интересен сейчас против иены. И статистики очень много. По статистике у нас, вы помните, на прошлой неделе был Мичиганский индекс, индекс N-производителей, заявки на пособие по безработице и везде, в принципе, медиана у нас была сильная по всем этим отчетам. Прирост позволил нам предположить то, что следующее повышение процентной ставки, вероятно, состоится уже в июне. До этого мы слышали выступление представителя американского регулятора Вильямс. Ну и еще самое важное. Мы помним риторику Джанет Гиллин, которая, собственно, и отметила неизбежность этих шагов по ужесточению монетарной политики. И очень важно здесь подчеркнуть контраст. То, что мы все прекрасно понимаем, какие есть очевидные несогласия, либо сам факт пока что латентной такой, скрытой политической конфронтации между Дональдом Трампом и Джанет Йеллен. Но каждая из них гнет свою линию. Трамп пока не может освободить от должности Джанет Йеллен. Единственное, что по конкретике мы получили сигнал того, что после того, как истекут ее полномочия, скорее всего, председателем американского регулятора будет уже не она. Соответственно, Джанет Йеллен лоббирует идею независимости ФРС и по-прежнему исходит из того, что американский регулятор следит за тем, что происходит именно в плане макроэкономической ситуации и, исходя из нее, уже принимает решение по процентной ставкам. И Джанет Йеллен отметила то, что дальнейшее ужесточение монетарной политики является вполне уместным, особенно на фоне последних макроэкономических отчетов. В пятницу у нас было еще два релиза роничной продажи. И индекс потребительских цен, роничные продажи. Вот здесь статистика слабовата. Не будем, скажем, преувеличивать те цифры, которые вышли. Минус 0,2% против прошлого спада на минус 0,3%. Второй месяц подряд снижение. И основной, скажем, по компонентам негативный вклад в эту статистику внесло снижение спроса на автомобили. То есть падение продаж. Ну, здесь важно отметить то, что речь идет о продажах и спросе на новые автомобили. И если вы не забыли, я примерно, честно говоря, либо две, либо три недели назад уже мы с вами разбирали похожий отчет по потребительской активности. И я рассказывал то, что и говорил, что на американском рынке сейчас действительно есть такая тенденция снижения спроса на новые автомобили и повышения спроса на поддержанные. Поскольку за последние 5-6 месяцев, собственно, цены на БУ автомобили просели примерно на 5-8%. И это, опять же, информация из первого источника, можно сказать, от моего знакомого, который занимается этим бизнесом в США. И я пока что не стал бы говорить про роничные продажи и про то, что они снижаются второй месяц подряд. Как очевидное подтверждение уже слома тенденции активности потребителей, что может повлиять на показатели опыта. Пока у нас нет еще системной картины, я думаю, что статистика не улучшится. И индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,7 до 2,4%, но все равно очень высокий показатель. И в целом он создает, точнее, еще сохраняет этот негативный налет, связанный с риском потенциального перегрева экономики. Из-за того, что инфляция может выйти из-под контроля, да и, в принципе, она уже находится на одном уровне с динамикой и темпами роста заработных плат. То есть здесь перекоса, конечно же, допускать не нужно. Если заработная плата растет больше инфляции, это позитивный момент, но ни в коем случае нельзя допускать обратного. То есть нужно влиять на показатели инфляции, либо каким-то образом разгонять потребительскую активность. Ну, если говорить из позиции, собственно, действий ФРС, конечно же, им проще повлиять на показатели инфляции. А вот та же самая политика Трампа, она как раз, если будут реализованы стимулирующие меры, могут уже сказаться на активности потребителей. То есть резюме. Два отчета, два очень важных релиза по факту оказались хуже, чем мы ожидали. Но эти два релиза ни в коем случае, даже ни на грамм, ни ломают тот позитивный тренд, который тянется у нас хвостом, по итогам последних, наверное, даже месяцев пяти-шести. То есть фундаментальная картина, она на очень высоком уровне в плане позитива сейчас. И нам только бы избавиться от, опять же, фактора, который выступает основным для спроса на защитные инструменты. Я об этом говорил. Это конфронтация, это словесные перепалки, это эскалация геополитической напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи. Вот вы знаете, что в эти выходные Северная Корея провела испытания баллистических ракет, собственно, в честь, по-моему, 105-й годовщины Киммерсен. И в целом хорошо, что эти испытания оказались неудачными. Ну, мы, конечно же, можем гадать, почему так произошло. Может быть, это самое лучшее решение, которое нужно было принять, вроде бы, как вы показали характер, а с другой стороны не создали, опять же, еще больше условий для ухудшения настроения. Но сами комментарии со стороны Северной Кореи о том, что они готовы отвечать на провокацию США и готовы к войне, в то же время США, которые также отмечают то, что готовы влиять на Северную Корею, в том числе и через не только какие-то санкции, но и через военные вмешательства. Это, друзья, и является той самой причиной, почему мы сегодня наблюдаем, как пара доллар-японская иена продолжила с открытием снижения, и вот, собственно, котировки по USD-йене сейчас находятся на отметке 108.30, хотя, возможно, ситуация изменилась в последние минуты. То есть, американец явно не может сейчас похвастаться каким-то триггером для роста, потому что, ну, не может противопоставить ничего снижения доходности американских облигаций. И пока эти отношения не потеплеют, пока ситуацию не разрешат, пока Трамп все-таки не поступит, на мой взгляд, сейчас правильнее, и не анонсирует хотя бы формально, опять же, вербальных заявлений, какие-то изменения, которые способны произойти в налоговой системе, мы не сможем вернуться к растущему тренду в дом. Как только это случится, как только мы увидим изменения, опять же, жирничных настроений, друзья, тогда и начнем покупать американцы против иены и исходя из конка срока, потому что в целом американская валюта по-прежнему имеет куда больше факторов роста, чем какой-либо другой инструмент. Фунт против доллара. Здесь, с вашего позволения, давайте, в целом, останавливаться долго не будем. У нас на прошлой неделе было два отчета, это по инфляции и по рынку труда. Отчеты в целом разочаровали. Ну, точнее, нас, как медведей, нет, поскольку лишь подтвердили ожидание того, что их национальная статистика выступает теперь против британцев, вкупе с теми самыми политическими рисками, которые мы с вами обсуждаем из недели в неделю. Но фунт, даже несмотря на тот потенциал коррекции, который имеется, сейчас не может его реализовать из-за исключительной слабости доллара, по тем причинам, которые я вам обозначил. Поэтому сколько мы не говорили бы сейчас про предпосылки ослабления британца, до тех пор, пока доллар не перейдет к росту, до тех пор, пока мы не увидим доходности американских трешниц десятилеток снова выше двух, хотя бы и четырех, фунт, к сожалению, не сможет развернуться. Но я допускаю то, что произойти это может в прямом смысле в любую минуту. Это действительно так. Думаю, что перспектива не растянута в неделю. Разворот он неизбежен и должен случиться уже в самое ближайшее время. В связи с этим по-прежнему сохраняем короткую позицию по фунту. Евро против доллара. Сейчас котировка 1.06.17. Европейская валюта держится рядом с поддержкой 1.06. Недалеко от психологической планки 1.05. Впереди у нас первый тур голосования во Франции. И, исходя из этого, первый серьезный политический риск, с которым уже не в формате ожиданий, а в формате самого настоящего сописновения. Столкнемся в ближайшее время евро. В зависимости от того, кто этот тур пройдет, с города поднятой головой избирателей, с поддержкой электората, мы уже будем строить дальнейшие с вами идеи. Но, в целом, я думаю, тоже, что неопределенности куда больше сейчас. И первый тур – это еще не общие итоги всех выборов. То есть даже по факту его прохождения картина будет очень неопределенной. В связи с этим, на евро я пока не ставлю большого акцента в плане роста и считаю то, что инструменты имеют множество сейчас возможностей для слабости. Так, австралиец 0.75.87. Новозеландец против доллара 0.70.22. Волатильность этих активов ниже, чем прочих инструментов. В целом, австралиец находится ниже отметки 0.77. Это хорошо, потому что мы уже говорили, что вряд ли эта пара преодолеет это сопротивление, с учетом того новостного фона, который сложился. По Новозеландцу завтра у нас очередной молочный аукцион. Думаю, что будет нам что обсудить в плане очередного провала. И, соответственно, надеюсь, что у нас будет локальный фактор давления на Новозеланд. USDCAD 1.33 сейчас слабость нефти не позволяет сейчас Канаду реализовать потенциал роста. И хорошо, потому что мы ставим на его ослабление. В целом, наше сопротивление в качестве цели это 1.34. Без изменения. Золото, актив, который отыгрывает максимально, но и лучшим образом, те риски, которые сейчас характерны для всей мировой экономики, в плане геополитики. И мы сейчас уже наблюдаем котировки 1.290.69. Конечно же, если ситуацию не удастся разрешить в ближайшие дни, велика вероятность тестирования и сопротивления 1.300, даже несмотря на то, что это кажется совсем какой-то баснословный уровень. S&P 2.327. Из, скажем, если опустить проторговки, консолидации, которые наблюдаются в последние дни, мы все равно находимся в восходящем тренде долгосрочном. Мы, думаю, что сможем вернуться к нему не только исходя из ожидания того, что коснемся верхней границы коридора, но и снова пойдем на то, чтобы переписать исторически в максимум. То есть эта идея также актуальна. Друзья, в рамках сегодняшней торговой сессии выделить из отчетов, по сути, нечего. Нужно прекрасно понимать то, что виной тому праздники. Ну, давайте ждать тогда завтрашний день. С утра прямо в 4.30 по Москве протокол заседания Резервного банка Австралии. То есть в 9.30 завтра мы подведем итог того, что будет сказано, что будет подмечено и как отреагирует на них австралий. В 16.15 статистика по промышленному производству. В США молочный аукцион. По времени еще точно неизвестно. Мы думаем, что после 20.00 по московскому времени. И в 23.30 это статистика по запасам нефти по версии американского цифра нефти. Посмотрим, какие цифры будут там. Собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Как и всегда, все вопросы, комментарии на канале на YouTube приветствуются. Ну и еще больше приветствуются, конечно же, ваши большие пальцы, лайки, за которые я искренне благодарю вас за каждый брифинг. Ну, те, кто, конечно же, оставил. Хорошей вам торговой сессии. Даже несмотря на то, что день обещает быть не слишком волатильным, хотя все может быть, учитывая непредсказуемость рынка, я рекомендую и настоятельно советую, прежде всего, контролировать риски. Это первоочередное правило. Надеюсь, то, что мое регулярное повторение этого уже позволило и вам скорректировать, опять же, вашу торговую активность. И все-таки вы понимаете то, что это действительно очень важно, даже несмотря на то, что иногда есть, казалось бы, стопроцентная уверенность того, что актив поведет себя так, а не иначе. В общем, риски, контроль рисков – это обязательное условие эффективной торговли любым активом, будь то рынок Форекс, либо фондовый рынок. На этой ноте давайте завершать. Еще раз всем спасибо за внимание. Увидимся сегодня в 16.30 на вебинаре «Правильный понедельник». Всего доброго. До свидания.